Всем громадный привет, добро пожаловать ко мне на канал, меня зовут Валентина, и сегодня я хочу вам показать 7 образа с одним пальто. Вариант номер один, и здесь я использую сочетание классики и спортивного стиля. Итак, бежевое пальто, черная кепка Adidas, черный спортивный костюм, точнее это не костюм, это вещи по отдельности взятые, но я сочетаю их тандемом. И также здесь используется сумка багет черного цвета с бежевыми лямками. На глазах у меня очки от Miu Miu, они куплены в секонд-хенде, но это стопроцентный оригинал. Кстати, 90% одежды, которая представлена на мне сейчас, это все секонд-хенд, и только одни кроссовки это Stradivarius. Знаете, вот этот лук я бы назвала самым-самым комфортным и мегаудобным, потому что обожаю спортивные костюмы, и никогда не думала, что так вот смело смогу носить костюм и пальто, но сочетание меня приятно удивило. Кстати, я буду очень благодарна, если вы в комментариях оцените образы, какой вам больше всего понравился, какой не понравился. Ну и, конечно же, напоминаю, что буду рада, если вы подпишетесь ко мне на канал. И следующий образ номер 2. Здесь тоже самое пальто, но тут я немного поиграла с аксессуарами. Во-первых, я одела свой любимый черный кожзамбилет, также здесь используется черная сумка, такие два акцентных пятнышка. Также я решила поэкспериментировать, и вместо шарфа одела интересный свитер. Он такой объемный, но здесь, мне кажется, он хорошо вписался. Далее, база используется здесь черный гольф, и моя юбка с анималистичным принтом длиной миди. Она плессирована, но почему-то на видео это не передается. На ногах у меня обуты мои одни из самых любимых сапог. Они куплены на сайте OLX несколько лет назад. Это итальянские, кожаные. Мне нравится их фактура, нравится то, что каблук скрытый. И, кстати, чтобы не было холодно, поднись я серые кашемировые колготки. Очень нравится цветовое решение этого образа. Тоже буду рада вашей оценке, как вам такое сочетание. Еще поймала себя на мысли, что осенью, зимой, весной, когда холодно на улице, я практически не ношу аксессуаров. Хотя здесь бы очень классно списались какие-нибудь сережки, либо, может быть, браслеты, кольца. Но как-то у меня не выработалась такая привычка. То есть сумка, шарфы, шапочки, да, а вот эжитария нет. Образ номер три. Знаете, мне кажется, он очень крутой. Итак, здесь на мне одето пальто. Коричневая сумочка с сайта Taobao, которую я заказывала через сервис Miss China Shop. Кстати, ботиночки тоже я там заказывала. Цена смешная. Всем рекомендую. Наверное, это прозвучит странно, но зимой я очень редко ношу перчатки и рукавички. Здесь исключение. Замшевые рукавички очень меня согрели. Далее здесь панамка такая плюшевая, интересная. Джинсы из секонд-хенда винтажные на очень высокой посадке от Li. Белый свитер с косами. Обожаю белые свитера зимой. Также здесь я все-таки сделаю исключение и одела еще и цепочку. И мне кажется, вот она, знаете, такую завершающую точку поставила в этом образе. Очень стильно смотрится. Комфортный лук. И за последнее время я могу сказать, что я полюбила вот такие вот удобные, правильные образы. Надеюсь, вы тоже. А еще я катастрофично замерзла, пока мы снимали это видео. Поэтому я надеюсь на лайк оно точно заслуживает. И давайте перейдем к образу номер 4. Очень сложный образ на самом деле. Здесь у меня опять-таки пальто. Далее на голове у меня косынка. Она дутая. Я заказывала ее из сайта в инстаграме. Но я не помню точно название профиля. Далее мой любимый костюм. Это жакет и бриджи. Сапоги казаки. Также здесь на мне надеты. Бежевая водолазка. И моя любимая сумка деревянная от украинского производителя. Фиг лимон. Тепло, комфортно. И мне понравилось, что здесь используется сразу несколько трендов. Это казаки. Это косынка. И я никогда не думала, что вот такое сочетание будет вместе так интересно играть. Мне нравится образ. Надеюсь, вам тоже. Также хотела отметить, что эту косынку можно носить не обязательно как головной убор. Ее можно использовать и как шарф. И тоже она и греет. И в то же время такой, знаете, стиль прибавляет. Образ номер пять. И это просто улет. Итак, бежевое пальто. Далее панама. Но немножко другая, нежели я показывала раньше. Она такая фактурная. И здесь самое классное то, что на ногах у меня обуты уги. И это уги-тапочки. Это просто любовь всего сезона. Это самое крутое модное решение. Это тепло и очень-очень стильно. Далее на мне надет вот такой вот интересный свитшот. Он полностью меховой. Когда я покупала его в секонд-хенде, меня почему-то убеждали, что это куртка. Но я считаю, что это кофта, никак не куртка. Далее здесь на мне бежевые брюки-бананы прямого такого кроя, свободного, с защипами. Вот я ближе показываю, как выглядит панамка. Кстати, эта панамка представлена в моем инстаграм-аккаунте showroom trendyforever, где я продаю вещи. Вот я ближе показываю уги. Ну какие же они роскошные. И я в качестве аксессуара использую сумочку с фотопринтом. Мини-сумочка багет. Тоже куплена в секонд-хенде. Очень практичная и комфортная. Это шикарное сочетание. Я никогда не могла предположить, что серый и бежевый будут таким стильным решением. И мы плавно переходим к образу номер 6. Здесь на мне джинсы Stradivarius надеты. Сумочка. Мне ее прислали на обзор. Она может быть двусторонняя. Можно носить ее с меховой стороны, можно с замшевой. Итак, пальто вы уже видели не первый раз. Далее здесь у меня шапка, которую мне связала моя мама. Джинсы. Ой, как я люблю эти джинсы. Они были куплены на много размеров больше, чем мой. И потом перешивались. Кроссовки у меня от Stradivarius в бежевом цвете. И в качестве утюпления я использую такой модный элемент, как жилетка объемная. Здесь также у меня используется в качестве базы бежевый гольф, цепочка. И я решила немножко поиграть с оттенками и использую такие большие розовые очки. Мне кажется, когда человек одевает розовые очки, у него настроение автоматически улучшается. Нравится, что вот эта полоса на джинсах смотрится таким контрастным пятнышком. Если бы просто были бежевые брюки, оно смотрелось бы как-то очень скучно и уныло. А здесь как-то смотрится задорненько, как по мне. Признаюсь честно, что мне этот образ очень понравился, но я все время ходила и мне чего-то не хватало. И тут мы заходим в секонд-хенд и я вижу вот этот вот шарф. Сейчас на примерке я показываю уже без очков, но вместе с очками шикарно смотрится. И этот шарф стал любовью. Куплен за 60 гривен и носится с огромным удовольствием, что вы можете наблюдать и в седьмом образе. Здесь у меня используется то же пальто, тот же шарф. Но я одела шерстяной красный берет, одела ботильоны от Top Secret. И вот такую вот интересную сумочку. Если я не ошибаюсь, я ее заказывала на сайте New Cheek. Далее она мне надета в шикарное шерстяное винтажное платье. Эта вещь не моя, это вещь из мамоного гардероба. Я попросила ее поносить и показать вам, как в покупках секонд-хенда. Ну и плюс она здесь классно вписалась в этот лук. Не смотреть на мое выражение лица, я абсолютно не грустная. Просто я очень-очень замерзла, пока показывала все эти наряды. Вот, теперь поближе подхожу, чтобы вы посмотрели на все вот эти вот цветовые решения. Как красиво сочетаются. И хотя здесь используется больше четырех оттенков, мне кажется, это очень-очень круто смотрится. Я редко ношу каблуки, вот, но когда обула эти ботильоны, когда одела это платье, чувствовала себя мега-мега женственной. И обращайте внимание, что у шарфа вот такая вот фактура, такое впечатление, что это катушки. На самом деле это такая задумка, такой стиль. Вот, показываю вам все детальки, что вы рассмотрели в подробностях. Мне очень понравился этот образ. Я напоминаю, что буду благодарна, если в комментариях вы напишите, какой из всего показанного луков понравился вам больше всего. Напоминаю, что подписывайтесь ко мне в аккаунт, подписывайтесь ко мне в инстаграм. Это АВД Валентинка и шоурум Трэнди Форева. Ссылки на них в инфобоксе. И спасибо, что были со мной. Всех целую. Пока.